Что ж, сейчас вернемся к теме так называемого раскулачивания Пригожины. Обсудим ее сегодня с политологом Леонидом Гозманом, который пришел к нам в студию. Леонид, добрый день. Добрый день. Ну вот, о чем нам говорят эти прекрасные картинки, вот эти чудесные фотогалереи, которые мы видели в предыдущем сюжете. Вот, когда смотришь на них, хочется ущипнуть себя и проверить вообще, проверить их, чтобы поверить в их реальность. Вот, как вы восприняли это? Нет, ну, слушай, не удивляет. Ну, слушайте, когда смотришь на интерьеры, там, я не знаю, Геленджикского дворца, или вот тут только что опубликована фотография конференц-ром в поезде Владимира Владимировича Путина, ну, елки-палки, ну, такое, это называется, цыганская барокко. Вот, вот, такие бандиты первого призыва, они вот так вот золотом так все делали. Ну, вот. В 90-х, в общем, да, наверное, даже? Ну, да они где-нибудь, я думаю, в 20-е так же себя вели, ну, в 20-е, 20-го века. Ну, бандит он и есть бандит, ну, все, в конце концов. Ну, вот, нет, совершенно, совершенно, совершенно не удивляет, совершенно не удивляет. Ну, а вот что теперь, как вы думаете, будет с осиротевшими троллями Пригожина? Вот была информация о том, что во время мятежа они так себя достаточно вяло проявили, но некоторые из них достаточно быстро переориентировались и, в общем, начали поливать грязью своего бывшего хозяина. Ну, у ребят же полезная профессия в руках, дерьмом поливать, кого велят. Так что я думаю, что они без работы не останутся. Ну, Пригожин, конечно, замечательный организатор, я совершенно, совершенно серьезно говорю, потому что фабрика троллей работала блестяще при нем, просто блестяще. Полный негодяй, но работали они очень здорово, они задачи свои решали. И я думаю, что у них просто будет другой хозяин. Ну, а что самим этим подонкам? Им-то не все равно, на кого работают, кто платит, на того работают наемники, они весь наемники. Так что нет, с ним все хорошо, за них я не беспокоюсь, и я даже не думаю, что троллей станет меньше. Знаете, ну, возможно, без такого управленческого таланта Пригожина они будут немножко хуже работать. Но, знаете, как бы почва подготовлена, унавожена, люди готовы все это воспринимать. И я думаю, что и дальше, и дальше все будет, и дальше все будет хорошо. Без Пригожина, по Пригожинскому пути. Ну, вот на этой неделе много говорили про роль Лукашенко, вот то, как он, так сказать, порешал эту проблему с мятежом Пригожинским. Лукашенко заявляет о том, что ему неизвестно сейчас местонахождение Пригожина. Вместе с тем приглашает к себе вагнеровцев и так далее. Вот в чем может быть интерес, так сказать, белорусского правителя в данном случае? Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко ни в каких переговорах не участвовал. Дело в том, что переговоры вот такого рода, ну, когда там серьезно решается конфликтная вещь, вот, они требуют для того, чтобы там быть медиатором и как-то договориться, надо, чтобы тебя уважали. Вот обе страны должны тебя уважать, они должны себя как-то, не то, что они безгранично тебе верят, но, по крайней мере, они должны тебя, так сказать, ну, держать за какого-то солидного человека. Тогда они с тобой разговаривают, тогда ты можешь вообще чего-то такое сделать. Челночная дипломатия, там, какая-то, или такие медиаторные функции, они требуют именно этого, они не требуют ничего особенно другого. Но если человека уважают, то он может разрулить очень многие, очень многие проблемы, действительно. Ну, как, допустим, президент, президент Картер в свое время помог договориться Минахаме Бегину и Анвару Садату, вот, ну, вот он помог им договориться, они как-то... То есть Лукашенко пользуется определенным авторитетом? Нет, нет, а поскольку Лукашенко не пользуется никаким авторитетом, вообще никаким, его презирают. Понимаете, для, ну, просто, ну, это я даже, хочется сказать, слышал, ну, не от самого Владимира Владимировича, не имел удовольствия, но от людей достаточно высокопоставленных, я неоднократно слышал, значит, презрительные оценки в адрес Александра Григорьевича, очень презрительные. Они его не уважают, они на него смотрят сверху вниз, они его, там, обзывают колхозником, там, и прочее. Вот, он для них никто и звать никак, они его очень не любят, он такой скользкий, он же все равно так красот, и казалось бы, уже он без Путина и без его денег он неделю прожить не может, а все равно вот как-то он выскальзывает. Нет, его никто не уважает, мне кажется, и поэтому я думаю, что никаких переговоров не участвует, потому что переговоры были без него, абсолютно. А потом вот тот формат, которым они договорились, предполагал, что Беларусь будет там как-то представлена, как место бегства или там ухода, как выразился Песков, Вагнеровцев там и так далее. И для этого понадобился Лукашенко. И для этого его попросили ему сказать, давай, ты скажи, что это ты. А он-то и рад стараться, естественно, ему много не надо, он очень любит эти вещи. И он там рассказывает, как там он, вот он там Путину сказал, этому сказал, так всех пацанов расставил, там, блеф чистой воды. Не стоит обращать внимания. Ну вот на Западе, например, сейчас вот сам факт того, что местонахождение Пригожина в данный момент неизвестно, и то, что Кремль, в общем, относительно мягко обходится с участниками, по сути, государственного переворота, в общем, мятежа военного, отчасти веря, как бы доверяя их, веря в их лояльность, вот на Западе некоторые оценивают это как настоящую потенциальную угрозу для Путина. То есть то, что Пригожин по-прежнему опасен для Путина. Вот вы разделяете это мнение? Нет, нет, Пригожин уже не опасен. Пригожин уже использованный прибор, и он уже, его карьера закончилась. Я думаю, что они его убьют, ну просто не потому убьют, что надо его убивать, а потому что уж больно большой страх пережил Владимир Владимирович. Это раз, он захочет отомстить, он человек злопамятный, а во-вторых, потому что он пережил унижение, и ему для того, чтобы со своими разбираться, он должен показать, что он все еще крутой, что он сильный, а для этого он должен наказать обидчика, он не может его оставить просто так. Но, в принципе, он не может наказать обидчика. А какая ситуация? Знаете, по всей вероятности, вот у меня такое впечатление складывается, что за мятежом Пригожина, кроме его личного там какого-то там эмоционального взрыва, который, я думаю, был, потому что Пригожин просто испугался о своей жизни и пошел ва-банк по этому, он испугался, что его сейчас убьет Шойгу, и все. Кроме этого, там, видимо, была поддержка каких-то, какого-то генералитета в Москве. Вот вся эта мутная история с генералом Суровикиным, она, который непонятно где находится, а, может быть, ваши зрители не знают, одна дама, правозащитник, она такую замечательную шутку сделала. Она написала, есть такая система, у нас в СИН-письмо, значит, можно там по электронной почте отправлять письмо в места заключения, и в СИЗО в том числе. И она отправила Суровикину, Сергею Суровикину, на Лефортово. И пришел ответ, письмо доставлено, адресат. Это потрясающе совершенно. Это, конечно, не значит, что он доставлено, адресат. Это ничего не значит. Но могли бы сказать, какой Суровикин, нет никакого Суровикина. Они сказали, письмо доставлено, адресат. Не скажут, что он сидит, да? Но вот то, что они не могут никак решиться его арестовать открыто, там, обвинить в государственном перевороте. Или, если он ни в чем не виновен, то достаточно просто показать пару раз на совещании, каких-то сидит Суровикин, нормально, не похудевший, все хорошо, да? Тоже не могут, да? Значит, почему они так странно ведут? Кстати, вот великий фюрер, когда генерал-полковник Штаффенберг пытался его убить, он после этого чуть ли не 9 тысяч человек расстрелял, в ближайшие дни после этого, да? Он как бы не стеснялся, потому что фюрер, видимо, в тот момент, несмотря на аховое положение уже его государства, чувствовал себя достаточно в силе, чтобы осуществить расправу. А вот Путин, по-видимому, не чувствовал себя в силе. По-видимому, Путин просто предельно испугался и понял свою слабость, понял, насколько он слаб. И поэтому такие какие-то хаотичные, непонятные действия. И по отношению к участникам мятежа, вообще-то, так, между прочим, ничего себе, они убили то ли 13, то ли 15 летчиков, да? Они сбили нескольких абортов, ну вот, они захватили миллионный город, они прошли несколько сот километров. Ну, они все патриоты, их там случайно, там, то-сё. У Пригожина, с одной стороны, вот то, что вы назвали, раскулачивание происходит, да? С другой стороны, ему возвращают деньги, у него изъятые, там, 10 миллиардов рублей, ему возвращают оружие, вообще, вообще песня, оружие возвращают, да? И Пригожин совершенно открыто находится в Питере, находился пару дней назад, да? Она находится в Питере, там, все видели, никто его не арестовывает, не убивает, там, ничего, да? То есть, у них, видимо, какой-то фантастический испуг и какой-то ступор. Это очень плохо, потому что люди с перепугу делают очень много ужасных вещей. Понимаете, ну ладно, когда с перепугу Владимир Владимирович ездит проводить совещание о развитии туризма на Северном Кавказе. Ну, понятно, что в стране нет других проблем, кроме туризма на Северном Кавказе. Ему там устраивают демонстрацию народной любви в Дербенте. Хорошо, это бы еще, это полбеды, это просто смешно, но он же и людей убивает, чтобы доказать, что он вполне в силе, да? И поэтому каждую ночь обстрелы украинских городов, причем это уже нельзя списать на такие сопутствующие жертвы войны, потому что они бьют, вот сейчас они бьют высокоточным оружием, они бьют калибрами и бьют по жилым кварталам. То есть они хотят бить по жилым кварталам, понимаете? Может быть, оно вовсе не высокоточное все-таки? По крайней мере, не настолько высокоточное, как это утверждается? Оно не настолько, несомненно, не настолько высокоточное, как это утверждается, но не настолько неточное, как многие другие виды оружия, да? И когда они бьют по центральным районам Львова, они бьют по центральным районам Львова. Просто они вымещают зло. Вот, понимаете, вот тут он ничего не может сделать, зато тут он показывает, какой он крутой, какой он сильный, до сих пор вообще стоит как огурец. Понимаете, все здорово. А с Пригожиным, видимо, просто боится. Тем не менее, я думаю, что Пригожину убьют. А почему Пригожину это сходит с рук? Вот, допустим, то, что, то сам факт, если он действительно был в Петербурге, да, то есть, вот почему ему это сходит с рук? Вы знаете, этого, разумеется, никто не знает, у меня есть гипотеза, почему. Значит, по всей вероятности, Пригожин знает нечто, о чем, что где-то там записано, лежит, будет обнародовано и так далее. Вот что это может быть? Какие-нибудь там, я не знаю, пьянки-гулянки Путина, это ерунда, это никого не волнует, там, Путин, я не знаю, там, с какими-нибудь там девками или еще что-нибудь. Всем плевать, на самом деле, да? Я думаю, что там другая есть вещь очень серьезная. Либо он знает что-то про деньги, что-то знает про деньги, что не хотят, чтобы было обнародовано. Либо другое. Либо он знает, кто его поддерживал. И может это предать гласности. И станет понятно, что Путин в изоляции. Что эта власть заканчивается. И это для них может быть очень страшно. Вообще, я думаю, что Путин чувствует себя в роли голого короля, который в какой-то момент вдруг понял, что он голый. Он этого не знал. Ему сказали, и вдруг он увидел, да? Потому что, когда войска Пригожина шли на Москву, всего-то несколько тысяч человек. Всего-то вообще. На самом-то деле, ну, что за проблема? Казалось бы, да? А какой был ответ? Ну, рвы какие-то вырули. Какие-то губернаторы там ямы наделали на дорогах. Ну, еще как-то совершенно как-то несерьезно все это было. Абсолютно несерьезно. То есть, оказалось, что армия, которая готова его защищать, нет. Которая ему присягала. Горосгвардии, нет. Да, более того, даже силовые ведомства вот эти, те самые, да? Абсолютно. Пропагандисты затихли. Да? Какая-нибудь Маргарита Симоньян. Тихо сидела. Тихо сидела, пока не разрешила. Скажут, что-то. Она тут же и, понятно, сделала все хорошо. Вот. Но до этого сидела тихо. Я думаю, что он все это понял. Путин. Он о своей безопасности заботится и понимает, насколько это серьезно. И я думаю, что он, хоть он, конечно, никакой не историк, как он себя мнит, но я думаю, что все-таки он помнит, как все сдали Николая Второго. Все. Абсолютно. Гвардия, свита, церковь. Все сдали. Просто вот в секунду, как сказал Розенов, монархия слиняла за три дня. Вот. Сначала сдали, вот там где-то заперли, а потом просто стреляли. И я думаю, что Путин примеряет на себя это. И он это сказал. В своем... У него же было несколько выступлений. Первое выступление поздравилось с Днем Молодежи, когда уже был мятеж. Парень, ты вообще в курсе, что в стране происходит? Тебе рассказывали или ты ничего не знаешь? А потом второе выступление было такое в черный костюм, в черном глаз, солидный, серьезный. Вот. И он сравнил это с событиями 1917 года. То есть он примеряет на себя корону Николая Второго, когда лучше бы уже эту корону не надевать на себя, когда уже плохо в этой короне, понимаете. Вот того Николая, которого свергли, заставили писать отречение, а потом просто убили. Кстати, ассоциация с теми временами у меня бронепоезд, да, тот самый бронепоезд, в котором кабинет косметолога, как известно, и так далее. Ну вот у меня это вызвало какую-то четкую ассоциацию с северокорейскими диктаторами, которые любят так передвигаться по своей стране, и не только по своей. Ну вот как вы думаете, а вот какую реакцию подобные публикации вызывают вот такого среднестатистического россиянина? Вот насколько это влияет на мнение россиян? Потому что вот давяще как раз вот сегодня, по-моему, даже были опубликованы новые данные Левада-центра, в которых утверждается, что чуть ли не 70% россиян хотят, чтобы Путин и дальше был президентом России. все же важно понимать, что за этим стоит. Вот что за этим желанием? Вот, допустим, я тот человек, тот респондент, который говорит, я хочу, чтобы Путин остался, да, и вот я попадаю в эти 70%. Я не хочу. Я хочу, чтобы он ушел еще позавчера. Но, вот, допустим, вот такой человек, да, что за этим стоит? А другой будет еще хуже. А этот наворовал, и уже, может, дальше воровать не будет, да? А придут эти, будут вообще трясти так, что этот, да, войну идет, конечно, может, это нехорошо, но все-таки так жить дает, вот, кроме войны. А другой, может, и не даст. Там, ну, и так далее, да? Кроме того, кроме того, НАТО же на нас напало. НАТО на нас напало. А кто же защищать будет, если не Путин? Путин хотя бы защищает от НАТО. А то придет НАТО, всех заставит жить в гомосексуальных браках, значит, потому что в Европе же, они же ее и называют гей-ропа. Ну, наверное, вы знаете, это совершенно распространенное название пропагандистской программы гей-ропа. Вот. Заставит жить в гомосексуальных браках и так далее. То есть, понимаете, люди, это их не оправдывает, но мы же ищем не оправдания объяснений. Люди очень темные, люди обманутые, люди хотят, чтобы их обманывали, конечно. И поэтому вот они верят во всю эту ахинею. А что касается роскоши его, дворцов там, шеста, возле которого, знаете, кто-то там должен плясать ему. Знаете, у нас же очень сословное общество. И я сам слышал высказывания, ну что же он, что же ему, малогабаритки, что ли, жить, президенту. Я помню, когда мне это сказал, я говорю, слушай, а что бы мне жить, малогабаритки? Ты живешь? А почему он не должен? Слушай, какая нафиг разница? И вот я только что был в Таллине, там премьер-министр Эстонии, такая очаровательная женщина, но у нее есть резиденция, в смысле ее офис, к которому, кстати, можно подойти близко, и она вышла на балкон звонить по телефону, и мы с приятелем стояли там, в 10 метрах от нее. И ничего, никто у нас не хватал, не проверял там, нормально, поговорил, ушла. Но я спросил, есть ли резиденция, где она живет? Нет, она живет в том доме, где она жила раньше. Это, конечно, проблема для спецслужб. Потому что ее надо как-то охранять, а так бы хорошо, был бы один дом, они бы научились его охранять, поставили бы все. А так ему надо каждый раз, когда премьер меняется. Но она живет в своем доме. Она живет в своем доме. Насколько я знаю, госпожа Меркель тоже жила в своем доме, в том, в котором, ну, вот ее дом, где жила, там и жила. Это на самом деле нормально. А у нас сословное общество, и поэтому люди считают, что вот этим положено. И поэтому у нас не действует совершенно разоблачение. Вот раскрывают, вот он украл 20 миллиардов, 30 миллиардов, там еще чего-то, еще чего-то. Ну и чего? Ну и украл. Ну подумаешь, он же не должен жить по нашим законам. Вот понимаете, вот уже очень давно в Европе, после вот этих революций, еще средневековых революций, продвигается идея о том, что люди должны жить по одним законам. Что вот закон для всех закон, на самом деле, да? И недаром одно из требований этой революции было равное права на дорогах, что карета герцог и телега простой людина, они по знакам, правилам ездят, по дорогам. А у нас до сих пор с мигалками ездят, дико, конечно, мигалок, да? Вот. У нас не было этой революции. Так вот, понимаете, вот в Европе возникло ощущение у многих людей, что герцог должен жить по тем же законам, которые он же написал для крестьян. Конечно, герцог не живет по этим законам. Конечно, все это обходят, конечно, люди несовершенны там и так далее, но тренд в эту сторону есть. Стремление, по крайней мере. У нас этого нет. У нас этого нет. И поэтому ты царь, живешь в палатах, я смерть, живу в холеву. И поэтому это не действует так. Вот если бы про канцеля Шольца такой поезд показать, то я думаю, Шольц был бы в отставке на следующий же день просто вот этот, всю эту роскошь продемонстрировать. И если у Шольца есть эта роскошь, то он ее скрывает. Я не знаю, есть или нет. Думаю, что и нет. Да вряд ли. Конечно. Да вообще, ну как-то может быть. А у нас нет, это не мешает. Это не мешает. Леонид, огромное спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам сегодня в нашу студию.